День города Что более популярно у рязанцев – Пасха или Первомай? Какими путями пройдет в Рязани демонстрация, а какими крестный ход? Клещи наступают, количество пострадавших от укусов этих насекомых растет в геометрической прогрессии. 70 лет вождю либерал-демократов Владимира Жириновского с юбилеем поздравляют однопартийцы. Полицейские провели масштабную тренировку по пресечению массовых беспорядков. Предстоящее воскресенье ознаменуется для россиян сразу двумя большими праздниками – окончанием Великого Поста, то есть началом Светлой Пасхи, и праздником Труда и Весны. В этом году оба знаменательных дня выпали на одну дату, и как бы цинично и громко это не прозвучало, но ведь так и получается, что бывшие и нынешние коммунисты совершат его ночь на 1 мая крестный ход, а позже встретятся на параде с другими православными, вхожими в храмы. Не противоречат ли эти два события друг другу, или же мы сами не заметили, когда жили до светлого времени, когда противостояние идеологии коммунистов и православных наконец-таки разрешилось? Последний раз православное «Христос воскресе» и громогласное парадное «Ура» сошлись вместе в 2005 году. В этом году отказаться от 1 мая в пользу Пасхи решили сразу несколько российских регионов. В нашем городе в канун таких больших праздников ни верующие, ни трудящиеся ссориться не стали. Православная церковь осудила решение отменить первомайские демонстрации за Пасхи. У нас вообще никаких противоречий по этому поводу нет, поскольку крестный ход совершается на Пасху ночью. Демонстрация очевидна днем, но, естественно, люди, которые пойдут на демонстрацию, это их личное дело, никакого отношения это к вере не имеет. С другой стороны, конечно, верующие люди, которые акцент делают именно на пасхальные торжества, вряд ли потом пойдут еще на какие-то мероприятия. Сегодня большинство россиян радуются этим дням вовсе не от желания пройтись в демонстрации, а скорее от возможности поехать на дачу, отдохнуть немножко, подышать весной. И на самом деле это замечательно, конечно, но никакого отношения к тому наполнению, который вкладывали в этот праздник раньше, здесь нет. Таким образом, в Рязани 1 мая состоится сразу два праздничных шествия. Православные в честь Пасхи пройдут по центру города с благодатным огнем, а местные коммунисты устроят первомайскую демонстрацию. Они не противоречат, я не считаю, что не противоречат. Более того, патриарх Кирилл тоже не считает, что противоречит. Он недавно выступил с этим заявлением, что он не одобряет запрет первомайской демонстрации. То есть, вот такое мнение, я его тоже поддерживаю. Да никак не противоречат. Нормально, все это. Все идут к Богу. Все. И на 1 мая, это раньше были, в советское время, безбожники там и так далее. Вот, а сейчас все. Люди как бы разные, верующие. Они идут на крестный ход. Я даже не могу вам ответить. Но мы на демонстрации идем от работы. Крестный ход – это вообще наша религия российская. Мы обязаны даже, наверное, там присутствовать. А также и первомайские праздники, и все патриоты своей страны. Что касается истории праздника, на сегодняшний день он уже не имеет политического характера. И приобрел новое название – День весны и труда. И несмотря на то, что традиции праздника изменились, как, впрочем, и его название, предвкушение первомайских праздничных дней остается неизменным. Ведь для большинства и демонстрации Пасхы в этот день пройдет на грядках и в огородах. В Рязани и области уже начались мероприятия, посвященные 71-й годовщине со Дня Победы. Фронтовые поляны – это уже традиционные посиделки на свежем воздухе, где ежегодно встречаются старые товарищи и друзья. Они делятся воспоминаниями и последними новостями. Сегодня такая встреча состоялась на территории областного клинического госпиталя для ветеранов войн. В преддверии празднования Дня Великой Победы по всей стране проходит мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны. Так, например, на территории Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн руководство учреждения совместно с администрацией города устроили для ветеранов настоящую фронтовую поляну. Как и любое подобное торжество, фронтовую поляну открыл праздничный зал. За ветеранами Великой Отечественной войны ведется постоянное медицинское наблюдение. Возраст большинства из них уже перешагнул 90-летний рубеж. И областной клинический госпиталь для ветеранов войн заботится о каждом из наших героев. По результатам диспансеризации мы проводим лечебно-профилактические мероприятия. Кому-то стационары на дому, санатории на дому, реабилитационные мероприятия, стационары в наших подразделениях, в госпитале. Ну и, безусловно, работа эта будет продолжена в течение года. Мы поддерживаем ветеранов. В этом году исполняется 71 год со дня Великой Победы. Многие ветераны ввиду своего возраста не покидают дома, не встречаются с сослуживцами и товарищами. И очень важно сегодня поддержать этих людей, заботиться о них, дарить им тепло и заботу за их бессмертный подвиг. За последний рабочий день и прошедший выходной на дорогах Рязанской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 17 получили различные травмы. Всего в регионе произошло 81 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами ДПСГИБДД выявлено 3042 нарушения правил дорожного движения и задержано 37 водителей в состоянии опьянения. Дорожное происшествие унесшей человеческие жизни произошло 23 апреля рано утром в Ряжском районе. Автомобиль Митсубиши из Тамбовской области столкнулся с автомобилем УАЗ из Московской области. В результате происшествия оба водителя, а также ехавшие в качестве пассажиров автомобиля Митсубиши, двое мужчин от полученных травм погибли на месте происшествия. Медицинская помощь понадобилась женщине, ехавшей в автомобиле УАЗ. Она была доставлена в больницу. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Митсубиши, не выбрав безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ. А сегодня утром в Рязани на Первомайском проспекте 19-летний житель Пронского района угнал автомобиль Тойота из двора недалеко от места ДТП. При выезде он зацепил 8 стоящих на парковке автомобилей, а затем столкнулся с разделительным барьером на перекрестке Первомайки и вокзальной. А это ваш автомобиль? Нет. А откуда вы его взяли? Взял. Каким образом? Да что, не тратить. Разбился и с чего начать. Сумер. Ну где-то вы его прям вот взяли? Да. Где конкретно? Где конкретно ничего. Где-то вот здесь вот во дворах я его ждал. Просто сел, забил, на поехал. А как же она? Легко завелась даже, да? Я ключ в нашем салоне. Ключ в салоне нашли? Да. Хотел погонять? Кто-то специально вам прям, да, так? То ли с бардачкой, то ли под ковриком. В результате ДТП водитель с переломом руки доставлен в медицинское учреждение. И несмотря на то, что сам он не отрицает своего алкогольного опьянения, у него будет взят анализ на наличие алкоголя в крови. На Рязанском стадионе полицейские провели масштабную тренировку по пресечению массовых беспорядков. На базе спортивного комплекса «Олимпийц» прошла специальная тренировка, на которой была отработана слаженность действий полицейских подразделений при пресечении массовых беспорядков. Импровизированные массовые беспорядки возникли из-за стычки хулигански настроенных болельщиков, пришедших на стадион на футбольный матч. Ситуация вполне типичная для реальной жизни. Спортивный комплекс «Олимпийц» может вместить несколько тысяч зрителей. Поэтому организаторы учений рассчитывали, что в беспорядки могут быть вовлечены от сотни до пары тысяч человек. Для пресечения массовых беспорядков у спорткомплекса оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции. Пресечение учебной потасовки задействовано более 300 полицейских. А на площадке перед стадионом представители ОМОН у МВД России по Рязанской области провели с мобильным отрядом тренировку по пресечению массовых беспорядков, в которую входили упражнения по действиям со специальными щитами в пешем строю. Полицейские поупражнялись в организации отцепления и перепостроения по командам «Вал» и «Черепаха». Сотрудники мобильного отряда слаженными действиями блокировали толпу, вычленяли зачинщиков и прекращали хулиганские действия. В роли хулиганов выступили молодые сотрудники полиции, которые ответственно подошли к возложенной задаче и приложили все усилия, чтобы на практике проверить крепость и надежность полицейского строя. На территории региона активизировалась жизнедеятельность клещей, переносчиков опасных инфекционных заболеваний. С 1 по 18 апреля этого года в медицинские организации Рязанской области обратились 28 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 12 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество обратившихся увеличилось в 5 раз. Подробности узнаете из следующего сюжета. Как показывают многолетние наблюдения и исследования, клещевой вирус и энцефалит на территории области в последнее время не регистрируются, поэтому вакцинация в плановом порядке не проводится. В советское время укусы клещей были явлением нечастым. Это было связано со стремительным ростом сельского хозяйства. На громых территориях высаживалось множество сельскохозяйственных культур, где клещи чувствовали себя в своей тарелке. Теперь же насекомым после спячки нужно искать питание в других местах и находят его, как правило, в городе. В этом году на текущий период по сравнению с прошлым годом количество укусов увеличилось в 5 раз. Но, тем не менее, клещи могут передавать ряд инфекционных заболеваний. Самый страшный и опасный – это клещевой энцефалит. Эта инфекция, к счастью, у нас на территории Рязанской области нет. Мы не эндемичны по этой территории. Но такая инфекция, как клещевой баралиоз, болезнь Лайма, она регистрируется у нас ежегодно. В прошлом году 60 человек переполели данные инфекции, в том числе больше 10 детей. Укусы клещей зарегистрированы в населенных пунктах Клепяковского, Кораблинского, Рыбновского, Рязанского районов, населенных пунктах Мирной, Семчина, Галенчина. Поэтому, отправляясь на природу, не следует забывать о соблюдении правил поведения на опасной в отношении клещей территории. Носить специальную защитную одежду или носить одежду таким образом, чтобы не допустить заползания клеща на тело. Следует помнить, что прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать делать заблаговременно в море. 25 апреля отмечает 70-летие. Самый эксцентричный политик нашей страны Владимир Жириновский. Блистательный оратор и обаятельный человек. Один из создателей либерал-демократической партии, а с марта 90-го года ее бессменный лидер. Уже больше двух десятков лет Владимир Жириновский состоит в Государственной Думе с юбилеем. Его сегодня поздравляют соратники по партии и миллионы россиян во всех уголках нашей необъятной страны. Узнаваемый голос, фирменное однозначно, небрежно повязанный галстук, харизма и почти всегда эпатаж. Этим с самого начала своей политической карьеры Жириновский буквально завораживал народ. Его идеи находят своих приверженцев среди политиков и простых граждан. Ну я если не хочу поздравить фидера нашей партии, партии УДПР Владимира Вольфовича Жириновского с юбилеем, это не только политик не только всероссийского, но и международного масштаба. И я хотел бы также поздравить награды указанного президента Владимира Вольфовича Жириновского и благорожденного ордена в заслуги периодичной второй степени. Я очень счастлив и рад тому, что в моей жизни есть такое историческое для меня событие, как возможность поздравить Владимира Вольфович с Жириновского 70-летия в статусе депутата Государственной Думы, благодаря партии УДПР, благодаря Браздюру Вольфовичу. Сотки тысячи юбилейных граждан России в Северации могли получить помощь и защитную поддержку. Эти цифры являются, если она, не догадывающиеся политическими. Владимир Вольфович является основателем и председателем Либерально-демократической партии России, членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Пять раз он участвовал в выборах президента России. Среди самых известных постулатов, выдвинутых политиком, мысль об установлении выборной монархии, легализации многоженства на всей территории страны, вхождении Украины и Белоруссии в состав Российской Федерации на правах новых федеральных округов. Всех желающих отпраздновать его юбилей, Жириновский пригласил сегодня в центр Москвы на Манежную площадь, где пообещал устроить гуляние с пирожками и чаем. С 1971 года Жириновский женат, у него трое детей. Он один из немногих в политической сфере примерных семьянинов, которые чтит семейные ценности. В воскресенье в Рязани прошел уже традиционный пятый по счету Белый бал. Мероприятие было посвящено Году кино. «Война и мир» – такую тему вечера выбрали организаторы. Наташа Ростова и Пьера Безухова в белых одеяниях погрузились в эпоху изяществ XIX века. Время идет, многое меняется, но неизменным остается желание девушек почувствовать себя настоящими принцессами и хотя бы раз побывать на балу. К счастью, сегодня это желание легко осуществимо. Только в нашем городе несколько организаций занимаются возрождением бального движения. Среди них и студия «Белый бал», которая в эти выходные уже в пятый раз собрала в зале досугового центра былина всех любителей изящной старины. Ну а поскольку 2016 год объявлен Годом кино, посвятить Большой Белый бал решили о скороносной ленте Сергея Бондарчука «Война и мир». И мы, собственно, сегодня весь бал будем о ней рассказывать, читать цитаты из Толстого, танцевать танцы на музыку, в том числе из этого фильма. То есть мы сегодня будем полностью погружены в эпоху. Студия «Белый бал» от других подобных студий отличается более тщательной проработкой исторических деталей. Так, например, в этот раз большая часть девушек специально для этого события сшили себе платье в стиле ампир. Именно этот стиль был популярен в начале 19 века, и именно в подобном платье Наташа Ростова танцевала на своем первом балу. Кстати, для многих этот бал тоже стал первым. Сначала было, конечно, много волнений, но сейчас все хорошо, уже станцевали, мне понравилось. Прямо как в прошлое вернулось. В этот раз парад дебютантов, которым традиционно открывается Большой Белый бал, поразил присутствующих. Ведь не только девушки были одеты в соответствии с эпохой, но и молодые люди оказались в мундирах времен войны с Наполеоном. Подобный ход – новшество не только для Рязани, но и для всей России. Так что вполне возможно, студия «Белый бал» станет основоположником новой традиции, которой придется по вкусу бальным движениям других городов. На этом мы завершаем наш выпуск и прощаемся со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова